Чтобы стабилизировать обстановку с ценами на продукты, прокуратура провела масштабную проверку во всех торговых сетях страны и нашего региона в частности. И некоторые выводы контролирующих органов оказались достаточно неожиданными. Эти яички золотые, хоть и выглядят как обычные, только вот цена у них во всех смыслах необыкновенная. Десяток первой категории обойдется жителям Усолье в 75 рублей. В этом городе продавцы молока, мяса, овощей словно соревнуются. У кого стоимость социально значимых продуктов выше? Оригинальным конкурсом работников торговли заинтересовалась прокуратура. Проверили два крупных продуктовых центра Усолья-Сибирского. На отдельные виды товаров, это овощи, средним накрутка магазинов составляет от 100 до 315%. То есть, возьмем, к примеру, морковь, магазин ее приобретает у поставщиков за 14 рублей килограмм. В рознице же, эта же самая морковь, стоит 54 рубля. Теперь работникам торговли придется прекратить конкурс необыкновенных цен. Через месяц магазины ждет очередной визит сотрудников прокуратуры. Если стоимость продуктов продолжит поражать воображение, предпринимателей ждет повторное наказание. Представители прокуратуры, Роспотребнадзора и полиции сейчас частые гости магазинов по всей стране. Они выясняют, обоснованы ли выросли цены и имел ли место сговор среди торговых компаний. В Братске, например, в розничных магазинах таких фактов не выявили. Однако, совсем без замечаний не обошлось. Нет места повышения цен со стороны поставщиков и производителей. С учетом изложенного прокуратурой, в ближайшее время планируется проведение проверок оптовых баз, расположенных на поднадзорной прокуратуре территории. На территории областного центра предприниматели не отстали от общей тенденции. Менее чем за месяц продукты подорожали в среднем на 30%. Любителей сахара ждет совсем не сладкая жизнь. На него зафиксировали самый большой скачок. Сейчас данные прокурорских проверок со всей области поступают в Иркутск. Главные результаты обещают озвучить завтра. Тогда и станет ясно, кто выиграл нелюбимый покупателями конкурс на самые высокие цены. И это, пожалуй, единственное соревнование, за победу в котором придется расплачиваться победителям. Депутаты Госдумы предлагают штрафовать магазины необоснованно завышающие цены на продукты более чем на 20%. Поправки к закону рассмотрят на днях. Алена Полоненко, присодействитель компании «Усолье 11 канал» и БСТ.